Снова здравствуйте! Да, нас будут учить пикапу, Алида. Нас будет учить пикапу. Ну, не совсем учить. Я бы антипикаперство назвала это всё-таки. Я буду для девочек вещать. И, возможно, это не понравится многим мальчикам. Так вот, коварная. Начнём-с! И также, чем же тебе не понравился пикап? Ну, опять же, да, вот мы с тобой всё-таки пришли к тому, что мы за классические взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Короче, мы, для тех, кто нас не слышал, не видел, тем более много было за кадром, мы пришли, что мы за моногамия, получается. Полигамия. Полигамия. Полигамия это когда много? Наоборот. А, мало, да. Моногамия много, полигамия, да, всё время. Ну, и за традиционные отношения между мужчиной и женщиной, то есть, когда это долгие, крепкие, счастливые браки. И важно, девочка у нас, мы решили в прошлом видео, для меня просто это тоже очень важно. Ну, не только, да, ладно, хорошо, вам проговорить. Что девочка это хранительница очага. Женственная. Женственная там и так далее. А мальчик, он там, в общем, войнушки, работа. Ну, сильный пол, как сказать. И обои. И обои. Да, ну, в общем, вот так вот. Проговорили, да? Да. Так, с твоей стороны, что ты ещё хочешь уточнить для тех, как у нас не видел? То есть, в моём мировоззрении, да, то есть, это женщина, да, это действительно больше про семью, про очаг, про женственность, про лёгкость. И мне ещё такая фраза нравится, которую я бы хотела тоже употребить в этом видео. Это женщины пришли в этот мир быть сильными, чтобы научиться быть слабыми. А мужчины, наоборот, пришли слабыми, чтобы учиться быть сильными. У меня, кстати, есть один хороший пример на эту тему. Давай. Он немножечко, сейчас отойдём мы опять в сторону. Ну, хорошо, у нас такой формат видео получается, свободный. Вот. Я один раз была на одном фестивале в Геленджике. Вот. И он такой славянский, немного с таким акцентом. То есть, там неделю мы жили в палатках, там водили хороводы. И вот как бы вот так окнулись в такую вот этническую среду. Вот. И был там концерт. Я наблюдала со стороны, как стоял парень. Ну, даже я бы сказала, мужчина взрослый достаточно. Может, ему там в районе 35-40. Вот. И он махал огнями. Угу. Вот момент. Я тоже так умею. Световыми. Очень. Ну, там скорее не фаер, а световые какие-то палки такие. Ну, так интересно. Интересно. Плазерные. Ну, может быть, но... В общем, нет. Слабак. Очень увлечённый это делал. И в этот момент вышла маленькая девочка. Вы знаете, девочка как из сказки. У неё были две косички, как вот врагалик такой вот на голове. А светленькая в такой как бы юбочке, сарафанчик сверху. И она вот... Ну, она не безумно красивая, как будто сказочная, с большими глазами, с губками. Я смотрела на неё вот как вот цветок какой-то вот невероятной, обворожительной красоты. Вот. И она идёт, и я смотрю, что она делает. Она подходит к нему. И глазками на него такая. Оп. Она так это красиво сделала, что я наблюдала такую картину, как маленькая девочка. Уже вот ещё, то есть не сформировавшаяся женщина, у неё уже есть всё для того, чтобы гармонично манипулировать мужчиной. Вот. Он бросает все эти палки. Естественно, увидит такую красоту. Берёт её на руки. И тут начинается самое интересное. Она так... Она даже, по-моему, не говорила ничего. Она просто вот туда хочу. То есть ей не видно было, что там за концерт. И он её на руках понёс. Ей надоело. Она там вон туда хочу. Он её туда. И она там вот такая вся вот мягко завораживающая его. Он забыл про эти палки. Тем он и занимался. Это было видно. Он весь такой это. Такая типа в щёчку чмок. И типа поставь мне всё. И это. Он её ставит, и она уходит. И он ещё вот стоит и её взглядом провожает. Я вот была в умилении просто минут, наверное, 10. Мне такое впечатление неизгладимое произвело. И мне кажется, этот пример как раз-таки маленькой... Педофилией. Серёж. Ну вот и поговорили, в общем. С вами был Медикал Фитнес. Подытожим. Да. Но я должен продолжить. Я вообще хотела сказать о чём. Так. Что женщина изначально, только родившись, уже наделена мудростью. Да? То есть и она по определённому... Вот природа так устроена, да? То, что там женщина интуитивно знает, как себя действовать, как себя вести. Просто со временем общество накладывает на неё определённые отпечатки и так далее. Когда она эту вот свою магию, вот эту женскую, теряет. Вот. А мужчины, как правило, они учатся этой мудрости, да? Там мужской, в процессе. Вы с ней согласны? Вот. Напишите сейчас. Женщина права. Напишите, пожалуйста. Да. В комментариях ниже. Там и лайк, репост, колокольчик. Почему ты мне не даёшь продолжить? Коварно. Добрый. Добрый. Вот. Итак, тема манипуляции, опять же. Угу. Гармоничным для этого нужны партнёры себе соответствующим выбирать. А пикаперы, это изначально не этот формат. Вот. И как определить, да, то есть, отразличить достойного мужчину от пикапера? Так. Это уже интересно, да? Ты уже такой оп. Нет, у меня есть просто аргумент, но я хочу, чтобы ты закончил. Нет, давай ты теперь, я тебе это сам, давай ты. Ну ладно. Какой аргумент? Нет, у меня даже аргумент, который подразумевает под собой вопрос. Давай. Допустим, вот мы разговаривали с тобой на прошлых темах о самооценке, да? Допустим, я либо таким там родился, так сформировался мой личностный опыт, либо получил его там даже психотравму. Вот у меня просто есть прямо жизнь знакомая, было все нормально, получили психотравму. Я для этого иду, я не знаю, как вести себя с женщинами, особенно на фоне моих неудач. Я иду вот на такой курс. Но я просто не представляю, допустим, из себя такого человека, который даже сможет все эти вот отношения такие как-то моноганные, да? Полиганные. Полиганные, да. То есть я все равно там, допустим, найду себе одну девушку. Даже, может, не потому, что я там такой хороший. Ну, потому что вот я умею только так. Это мой поведенческий такой сценарий постоянный. Но я иду на эти курсы, потому что вот эту одну я все равно не знаю, как заполучить. Ну, давай, возможно. Действовать стереотипно. И она, когда я буду с ней знакомиться, она подумает, что я пикапер. Ну, я как бы вынужден действовать. То есть это... Ну, смотри, тут опять же вопрос, почему ты идешь именно через пикаперство, через этот путь. Почему ты не идешь сразу корректировать свое поведение и строить сразу нормальные отношения. Ну, то есть видишь как, для многих это... Ну, как человек решает эти проблемы. У человека есть ограниченное количество времени. Начнем с этого. Мы здесь не... Ну, как кто-то строит свою жизнь, как бы... Как мне кажется, даже не задумываясь, там, несколько, пять-десять лет вперед, да? А когда приходит осознание, что время это огромная ценность, и тратить свое время на какие-то, вот, допустим, такие... Ну, я бы не хотела. Нет, ты понимаешь, для мужчин пикап это бренд. И если я иду на курсы пикапа, это круто. Это как джип себе купить. Понимаешь? Ну, смотря для кого. Это бренд. Опять же. Нет, я имею в виду, это просто бренд, потому что это рекламируют. Ну, разные там эти все эти кучи, кручи. Это не стыдно. Понимаешь? Если я пойду на курсы семьи, мужикам я скажу, я пошла на курсы семьи и вышивание. Ну, неправда. А там сидят эпилептоиды и скажут, что, ебнулся, что ли? Вот так вот они, прям так и скажут. Ну, это смотря какие мужчины. Смотря какое круг общение. Ну, да, конечно, конечно. Потому что для здорового человека, и вот, например, в тех кругах, в которых я общаюсь, это круто. То есть здоровые отношения, это круто. Нет, я не про отношения, я про то, что... И про семейную психологию, это тоже круто. Ну, да. Видишь, у нас с тобой разные миры и столкнулись сейчас. Нет, разные миры и разные типы личности, это безусловно. Но тут просто, допустим, если, как бы, ты видишь, ты не работаешь по конкретно вот самой типологии, а как бы отдельно каждую личность разбираешь. Но тут даже вот если провести, что вот этих личностей куча, да, ну, давай их, да, поделим на твою и мою, потому что немножко разные. Да, у нас с тобой есть конфликтные взгляды. Ну, я бы даже, знаешь, как ты сказал, это не конфликтные, просто разное восприятие. Да, да. Соответственно, тут в чем суть? Суть в том, что если я действительно нахожусь в какой-то среде, где, допустим, достаточно грубое такое мышление, вот как мы с тобой в ролике про юристов рассуждали, да, и так далее, что они из МВД приходят и прочее, понятно, что там люди мыслят определенными категориями, стереотипами определенными. Вот. Даже если они, мы не будем типологию использовать, но ведь бывают там в армии одно стереотипное, мы шли в узких каких-то кругах, оно же присутствует, там набор правил, стереотипов и так далее. И я все это к чему? Что вот в таких ячейках, когда человек попадает, может быть, просто какая-то крупная организация, где, ну, тоже так принято, да, работает вот этот, у нас так принято. Вот. И когда мужской такой жесткий немножко коллектив, не будет воспринято, когда мужчина пошел там вот на какой-то курс, который женский, вообще купил что-то. То это не женский, это должно быть обоим людям так-то интересно. Почему ты сейчас так? Нет, ты как здравомыслящий человек рассуждаешь, а ты учти, что они акцентуированные личности. И любая вещь, которая вызывает у меня, у тебя, и вообще вызывает естественную норму в качестве положительного эмоционального состояния, у человека, который психопатический, социопатический, он будет, соответственно, не понимать, потому что у них вообще нарушение эмоциональной сферы в отсутствии эмоций, наоборот. Сереж, давай определимся, мы для какой аудитории вещать. Ладно, все, я ушел. Меня, это вот к слову о том, что я говорил, нельзя меня ни о чем спрашивать, меня несет. Потому что мне это очень важно. Ты права просто. Нет, я просто понял, да, это косяк, мы ушли там в какую-то дебри, вообще них туда. Ну, это интересно, в принципе, может быть, часть людей это послушает и... Я надеюсь, они напишут просто в комментариях, если это интересно, это потом, другим краем. Да, мы тоже уйдем в эту историю с удовольствием, а может и нет. Но мне больше нравится вещать как раз-таки про традиционные здоровые отношения, чтобы ты понимал. Все, мы вернемся нормально. Нет, это у меня не сануло опять. Вот, и вот в здоровом, в здоровых отношениях, здоровые люди, они все-таки выбирают отношения стабильные и ищут, как правильно строить семейные отношения. Пикаперы не здоровые? Ну, как сказать. А если прям твое наблюдение, да, вы прям не стеснялись? Пикаперы? Ну, конечно. То есть со всеми, с кем мне довелось общаться, у меня есть тоже интересная история, опять же, я люблю историю, например, их рассказ. Мне как-то один раз занесло в пикаперскую тусовку. Мы тут с тобой за кадром обсуждали тяги к интересным местам и ситуациям. Я так инкогнито попала туда, то есть и даже вначале я не совсем поняла, что это пикаперская тусовка. То есть сначала все было чинно, то есть меня пригласили на день рождения в огромный дом, где там все классно. Одни мужики? Нет, там девушки и парни. Девушки тоже пикаперницы? Нет, они как получились там... Запикаперные. Запикап. Запикап. И они знали, что они запикапные. Нет, не все, как и я. То есть там ситуация такая, как мне удалось выяснить, что нагоняется много девушек, и эти пикаперы отрабатывают свои какие-то моменты. Как они, вот если честно, я просто не помню, там было у меня у приятеля, извини, что перебиваю, но мне дико интересно. У него, короче, было правило, что, короче, нельзя бриться на первом свидании, что типа более брутально, там что-то на подсознание как-то влияет. А что вот ты ищу какие-то правила, как они вообще подходят? Девочка, вот так вот, как в этом, что ли? Да просто, я так понимаю, что они просто знакомятся, как я, я шла по набережной, вот, там парень показывал луну в телескоп. Я захотела посмотреть, мы познакомились, он спросил мой номер телефона. Ну, я свободно... Слушай, так любой мужик пикапер. Я тебе сейчас расскажу до конца. Так, давай, давай, мне просто очень интересно. Вот, и мы в итоге познакомились, и через время он позвонил, вот, он говорит, вот у меня у друга день рождения, вот, не желаешь встретиться там? Вот, у нас там весело, компания, друзья, тра-та-та. Вот, я так поднапряглась немножко, но мой дух авантюризма повел меня. То есть, ну, я на своем автомобиле, я приехала, думаю, ну, если что, мне не понравится, я в любой момент уеду, да? Вот, я подъехала, изначально все было весело и здорово, там все встречают, улыбаются, о, привет, там, тадын-тадын, ну, как бы они так создают очень благоприятную, теплую атмосферу, вот. И там еще одна была тоже девушка, говорит, у меня еще подруга будет, то есть, ты не волнуйся, ты не одна там, то есть, ну, как бы, мы познакомимся с этой девушкой, она тоже такая, ну, говорит, меня тоже позвал, как бы, пообщаться, вот, встретиться, вроде прикольно. Мы так переглянулись с ней, такие, ну, если что, двалим вдвоем, если вдруг что-то не понравится, ну, как-то так получилось, вот. И фишка в чем? То есть, алкоголь пьет, льется рекой, огромный дом с бассейном, с баней, со всем, то есть, как бы, я в баню не ходила, я просто, я не пью, к тому же, я ему сразу сказала, слушай, я как бы не пью, вот, здесь надо, там, колярну кушкурить. Линдия, расскажет вам сейчас, как отличить пикапера от непикапера, потому что, вот у меня такое ощущение складывается, как я уже говорил, за кадром, да, что может, ну, как мне кажется, да, может возникнуть иногда неправильное мнение, осуждение у девушек, допустим, мне не просто женщина нравится, ну, даже она подумает, что я пикапер, и скажет, что я там какой-нибудь, просто клею ее там, очередную красотку себе, а я вот хочу просто... Я сейчас буду говорить очень простые, банальные, скучные вещи. Так. Чтобы отличить, вообще, пикап, или съем, или поверхностные отношения, есть обычные признаки, но почему-то люди, вроде бы, и все знают, но не... Мне... Прям интересно. Да? Да, мне внутри. Но девушки, как правило, игнорируют, да, такие моменты, то есть она, у девушек есть такая, такой миф у некоторых, что, ну, со мной-то он будет другим, я изменю его, со мной-то он изменится, ведь как девушка говорила. Так, нет, мне просто интересно, что же это за признаки такие? Обычные признаки мужчины определяют поступки, то есть, если с парнем, с мужчиной комфортно, то есть он заботится, он... То есть все принципы пикапа основаны на том, чтобы раскачать эмоциональную составляющую женщине. То есть они не будут заботиться? Они могут, вот знаешь, классический прием пикапа, в основном, основываться на том, чтобы вот он такой подарил эмоцию и исчез, или... Горячо-холодно. Горячо-холодно, да, то есть не говорить ясных ответов, избегать... А как он подарил эмоцию? Что под этим подразумевается? С парашюта ее столкнулась? Ну, нет, ну, там рассмешил, там говорил кучу компринентов. Смею бежал. Ну, ты утрируешь, конечно, но примерно так, да. То есть он красивые ухаживания могут показывать, именно ухаживать там подарки, там цветов, там ресторан, да, это может быть, но, к примеру, потом, когда девушка хочет каких-то более серьезных шагов, знакомство с родителями, к примеру, да, или он там, например, знакомится со своими родителями, пускает ее на свою территорию, так скажем, да. По-хорошему, когда у парня серьезные намерения, у него очень... У него не полунамеки, не полупрозрачное поведение, он, как правило, ясно дает понять, что он испытывает и проявляет это в поступках. Вот. А когда начинаются всякие такие, как бы, удивления... а если девушка, вот все, что ты описываешь, но если это просто вот прям случай из моей жизни, я сейчас консультация бесплатная, получу завидовательнее. Вот все, что ты описываешь, вела себя так девушка. Но девушки немножко другая ситуация. Мы как раз-таки можем себе позволить вот немножечко отходить в сторону, флиртовать и так далее. То есть ты хочешь просчитать, когда девушка... Не идет на серьезные отношения, да. Ты развернул тему. Да. Хороший вопрос. Правда, хороший вопрос. Как понять, что девушка на серьезные отношения к этому? Меня кинули. Да. Мы воспользовались. Ну... Я не шучу. Нет, кстати, это из реальной жизни было. Так что я не типа, чтобы поприкалываться здесь. Я просто, может, в комичной форме иногда это подаю, но... Ты знаешь, я думаю, что когда два человека достаточно зрелых и нравятся друг другу, они могут спокойно, ясно поговорить. Когда один в партнере начинает увиливать от ответа и, ну, избегает этих, этого общения, и нет... Да, вот ты прям вот говоришь в точку. То в этом случае, возможно, у него, ну, нету серьезного плана дальнейшего развития отношений. Но у девушек, вот ты как считаешь, вот ты как женщина, девушка, представительница, опять же, классического, да, мышления, мы выяснили, что там женщины приняты... У большинства, большинство девушек, они могут так себя вести или это... Ну, то есть, вот в современном обществе, ты как считаешь, это сильно распространено вообще, что женщины не хотят отношений, потому что, как, ну, это совпадение может быть, то, что опять же, людей, которые мне встречаются, или это тренд современный? Ты знаешь, ты мне вот второй человек за неделю, кто задает этот вопрос? Ну, это реально часто. И на почве многих таких моментов, большая часть которых я таких встречал, не то, чтобы я там даже знакомился, просто в общих компаниях, сопровождается таких беждений феминизм. Ты знаешь, в моем случае, я могу, я не могу говорить, да, там, за всех, вот, но в моем случае, допустим, я до сих пор не замужем, потом... Там внизу номер телефона. Да, 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 да. Вот. Как в процессе ухаживания, я думаю, что должно пройти определенное время, прежде чем люди начинают друг другу доверять. У нас многие люди, вот есть две крайности, да, то есть, либо люди, ну, вообще категорически, там, только на таких временных отношениях, там, да, держатся, вот. Либо в гражданские... Но девушек, извините, перепью, прикапирши не может быть. Есть девушки, которые манипуляторши хорошие, которые, так скажем, меркантильные. Бабка хотят? Да. Но я тебя перебил, а что с прикапирами в итоге? Вот, ты их вычисляешь. Ты у меня увел вот мой... Ну-ка ладно. Я просто пытаюсь вернуть наше интервью, да, да, да. Прошу прощения, конечно. Вот. Про пикаперов. Ну, то есть, для выстраивания серьезных отношений и веские должны быть поступки, то есть, и это всегда очевидно. парень готов брать ответственность, помогает там, да, то есть, не обязательно это только материальные моменты, он там, ну, даже элементарно, там какие-то звонки, не вот, постоянно пропадает человек, но появляется, то пропадает, а ты не знаешь, что от него ожидать. да, в социальной сети. или вот только в соцсетях, не избегает встреч, да, то есть, ну, то есть, это настолько вот сейчас меня стало очевидным, что, как бы, когда человек действительно хочет общаться, он общается. Я присылаю котов обычно, в этом случае, всегда. Вот. С утречка отправил пару котиков, нормально. И в здоровых отношениях, когда люди оба готовы к отношениям, ну, как к семейным, они могут спокойно это обсудить, то есть, там, я хочу с тобой серьезных отношений, я планирую с тобой семью, там, да, сесть и поговорить, как взрослый. и другого человека ты не отпугал. Тебя бы не напугало, если бы, допустим, ну, ты встретилась с мужчиной. Если он сразу сходу это скажет, я напугаюсь. не сходу, там, допустим, там, допустим, через неделю он тебе говорит, я ищу потенциальную жену. Это балабол. Прям вот 100%. В большинстве случаев, да. Ну, это развод. А в большинстве в каком, в процентном? Мне кажется, вообще, я... Короче, я больше так никогда не буду говорить с женщинами. есть так... Я знаю такого парня, который начасывал девчонкам такую тему, а они велись, а потом он их бросал. Это прям первый парень на деле. а что, ну, смотри, вот... Потому что все девочки такие... нашла. Нет, мне просто интересно логика. То есть, смотри, есть... возьмем, ну, допустим, женщин Самары, ну, какой-то там... или там женщин района, да, чтобы было проще считать, допустим, тысячу женщин, например. Из них мы можем сделать выбор у каких-то, которые будут хотеть срочно мужем, есть... ну, вот прям мы сейчас внутри фикс. есть... я понимаю, почему ты ведешь, и мне бы хотелось сразу момент такой... у нас институт брака сейчас, ну, он в патовом состоянии, потому что ценности мира, но она с каждым годом, если ты не замечаешь, но все-таки как-то в некоторых слоях людей, естественно, да, все корреляции идут в негативную сторону, да, и разводы и так далее, да, то есть, в эту сторону. Я все-таки ориентирую людей, которые хотят выстроить гармоничные отношения, и, к сожалению, или к счастью, так происходит, что их мельчество, и поэтому вот как бы мы разговариваем, и я больше ориентируюсь на тех людей, которые все-таки стремятся в эту сторону. А нет, я не про это. Вот, не про это? Нет, я просто хотела сказать, что из этих тысячи найдутся женщины, которым даже пикаперы не будут нужны, а просто будет нужен мужик, который там с ними на пару дней. я имею в виду, что, может быть, это не гендерное, может быть, там просто есть мальчики и девочки легкомысленные, ну да, но они и занимаются этим самообманом, но я имею в виду, вот они такие по интересам могут друг друга найти, и зачем обманывать кого-то? Ну, намеренно, я имею в виду, когда ты можешь найти человека с твоими же увлечениями, ей нравятся там какие-то случайные связи, ему нравятся случайные связи, и они такие вместе, опа, опа, молодцы. А так вот происходит, по большому счету. А я имею в виду, какой смысл? Многие ко мне люди приходят, потому что они несчастны, что это разбивает им сердцем, плохо, в конечном итоге, вот такие, да, которые разочаровались в полигаме, получается? Ну, так скажем, вот на мои консультации приходили люди, которые недовольны теми, то, что у них не получалось выстроить гармоничные отношения. А они хотели? А они хотели, да. А они пикап прям использовали? Да ну нет, я бы не сказала, есть просто говорю, у нас же не обучают нигде, как правильно выстраивать эти отношения, вот, то есть у нас нет, мы, большая часть людей, там, я из такой семьи, где не обучали меня с детства, как правило. Модель. Да, и нет корректной модели поведения, да, и я даже, когда росла, я поняла, насколько я беру поведение своих родителей бессознательно, а когда я начала изучать этот вопрос, да, я познакомилась с разными людьми, и я начала искать счастливые пары, и, ну, то есть вот я вижу, когда теплота, нежность в отношениях, эти люди прожили 20-30 лет вместе, то есть это такие достаточно, а для меня вот эталонные люди, да, у которых вот эта нежность, любовь, доброта, она чувствуется, ты рядом с ними находишься, ты прям кайфуешься, глядя на них, да, я такие людей, слава богу, встретила, и мне было интересно, а как у них это получилось, я, естественно, начала расспрашивать, и вот мое наблюдение, что большая часть этих пар, в них мужчина всегда добивался женщину, то есть корректные отношения выстраиваются тогда, когда женщина чувствует, что она любима, что о ней заботятся, да, что ей не трепет нервы, там, не пропадают, не, не, так скажем, не пытаются. Ну да, надо понять вот зрителям, самое главное, просто не все могут понять, я понимаю, о чем ты, но вот я хочу, чтобы ты сама писала, озвучила, добивался, потому что у многих, особенно у мужчин, у которых есть негативный опыт, ну, как бы, в общем-то, тоже писали, когда я про нарциссов, снимал мужчины в личку, суть в том, что многие действительно, причем, что самые интересные мужчины с деньгами, получают негативный опыт, что их провоцируют, добивался, в большинстве случаев, когда женщина говорит, добивался, ну, он должен потратить на нее, хотя бы 200-300 тысяч рублей, это вот так выглядит. Ну, это же сразу понятно, что, когда цифры называют, слушай, девушкам тоже не, нет, девушкам тоже не сразу понятно, что ее клеят, там, пикапят, или сейчас там, как-то и воспользуются, особенно, когда тупо берут, да, и напаивают ее, ведь есть же такие случаи, когда это даже, ну, такой дешевый, взаимовый способ пикапа, или даже есть случаи, когда клофелин женщинам подсыпают, да, таблетки какие-то, снотворные, да, ну, ты уже, да, ты уже, ну, ну, я имею в виду, что, ну, я поняла тебя, то есть, нечестный, тут то же самое, я ворую, в том числе, вот, но, я расскажу мои примеры, да, вот, и потом я твой вопрос запомню, и мы к нему вернемся, и вот, для, вот, именно в этих отношениях был такой момент, что вот, женщина, она раскрывается, когда за ней ухаживают, ну, пускай, мы не уберем слово, добивался, ухаживают, да, то есть, она расцветает, она успокаивается, она видит, что мужчина, ради нее, там, старается, заботиться, на, то есть, есть там, четыре, момента, как вот, женщина определяет, комфортно есть мужчина, или нет, это в эмоциональном плане, то, что она чувствует, что она может ему довериться, и, там, скажем, ну, не знаю, при нем, там, расплакаться, ну, сказать о своих чувствах, пукнуть, ну, это не эмоции, ну, ладно, вот, то есть, она чувствует себя комфортно, что ее защищает мужчина, в плане эмоциональном, да, то есть, она может ему пожаловаться на что-то, довериться, открыться эмоционально, и не получить, что ты психанутая какая-нибудь, ненормальная, неадекватная, а что ты эмоциональное существо. Вот мы, мужчины, например, менее эмоциональны, а мы девушки такие. То есть мы не можем без эмоций. То есть мы не роботы, мы не можем контролировать, и это вообще не наша природа. Мы очень эмоциональны, и это нормально. И вот когда женщина доверяет мужчине эмоционально, это очень сближает. Следующий момент, это как раз финансовая стабильность, понимание того, что этот мужчина, он готов содержать семью, то есть он созрел для того, чтобы привезти ее в свой дом, чтобы было пространство, которое выучивает мужчину. Смотри, давай, вот что очень-очень важно. То есть если мы говорим о классическом, то есть он готов либо содержать семью, либо он непосредственно должен, ну то есть вот опять же содержать ее, я опять же не говорю, вот там содержать ее, что там, одежда, допустим, а вот когда преподносится, что купить айфон, отвезти куда-то не просто в Турцию, а в такой достойный порог, или в Турцию, но уже речь идет о конкретных отелях, там Рикс какой-нибудь такой, достаточно дорогой, что-нибудь такое, то есть вот что имеется здесь в виду? Я имею в виду, первостепенно, это вот как раз-таки, ну, забота и первые потребности, да, женщины закрывают. Ну да, это айфон нужен? Ну, если мужчина может все позволить купить своей женщине айфон, почему бы и нет? Если он возьмет 10 кредитов ради этого, там, да, и будет, ну, это уже аномально, ну, то есть, как бы, если от него это легко? Нет, а женщина, как вот она, допустим, если он ей айфон не подарил, есть такой критерий, что она скажет, ну, нет, нет айфона последнего. Ты знаешь, мне кажется адекватно, когда вот поступки, все-таки соизмеримые с возможностями, да, и это видно, может он, допустим, это сделать? А критерии возможностей у всех может быть разными? Разные, конечно. И это честно или это нечестно, как ты считаешь? Ты знаешь, я за золотую серединку. Когда вот, понятное дело, когда вот мужчине легко подарить айфон, это ему ничего не стоит, к примеру, да, и он делает это подарок, и расценивать это как мега-поступок, тоже... Как чашка кольца. Да, то есть, ну, это как-то неадекватно, да, то есть, да, это уже понятно, что... А другой момент, да, когда там действительно берет на себя там обязательства, лазит в кредит, и чтобы вот все ей тоже преподнести, но опять же, чем он думает в дальнейшем, то есть, если он сейчас вкрячивается, то что же будет дальше, да? Нет, а вот с позиции женщины, я имею в виду, ты как считаешь, ну, то есть, должна ли девушка всегда сформулировать свой такой материальный циник, циник, вот должна или нет она для себя материальный циник, сколько она стоит, и вот говорить, я стою айфон или там не айфон, то есть, вот сколько он должен зарабатывать? Вот смотри, у женщины по природе, да, у нее всегда будет стремление к расширению, к развитию, потому что все, что в большинстве случаев создано в нашем мире, это создано для того, чтобы женщине было хорошо и комфортно, потому что, да, если бы мужики формировали наш мир, они бы ограничились футболом, там, пивасом, ну и что у вас там, какие еще интересные, тачками, к примеру? Я к тем сумасшедшим мужчинам, которые ненавидят футбол, и... Ну, я вот... Зато умею фехтовать, полезный навык. Ну, я утрирую, понимаешь, да, то есть, как бы, всегда будет желание улучшать то, что есть. У женщин это неистребимое, да, и мне кажется, самое гармоничное в отношении, когда мужчина может, вот, женщина создает такие условия, в которых мужчина растет, ну, не, как сказать, делает чуть-чуть больше его возможностей, вот прям чуть-чуть, и вот это вот чуть-чуть, оно увеличивается. то есть, в принципе, ты допускаешь, что он, допустим, может быть, нищеброд, живущий с мамой, но, к примеру, правильная девушка ему попалась, и она его является мотивацией, и он развивается. И он постепенно растет, и это круто, потому что, вот, как раз-таки, мужчина, который готов меняться ради женщины, сам, ну, то есть, без давления, то есть, он сам этого хочет, что вот ради этой женщины я хочу, мне кажется, это вообще сказка. Блин, ну, это прям поступок, я могу сказать, прям поступок. Потому что, вот, и в принципе, для женщины, я думаю, важно смотреть на мужчину с этой позиции, готов ли он, да, развивать отношения, и стараться, да, там, ради нее, или нет. Почему, мне кажется, я вот уточню для зрителей, поступок, как и для мужчины, так и для женщины. Для женщины поступок, принять какого-то мужика, который, ну, ну, то есть, понимаешь, это все равно риск. Ну, да, потенциал, потенциал увидеть, важно. Увидеть, потенциал решиться. Да, и вот как раз-таки, вот, по мере того, вот этих поступков, которые он совершает постепенно, можно будет разглядеть, готов он, да, расти или нет. И вот, по моим наблюдениям, мужчина очень кайфует там от себя. Ему сначала, конечно, мы назвали эмоциональное, доверие финансовое, потом у нас идет физическое, это когда нет давления, вот сейчас, конечно, может, кому-то эта тема покажется пикантной, но тема секса. Да, самая такая, заходящая, как показывает опыт. Вот, и как раз-таки, когда женщина может довериться и в этом плане мужчине и не чувствует давления, вот, есть такие девушки, которые думают, что нужно своего мужчину давать постоянно, а то он уйдет, к примеру, там, да, к другой. и этим самым она испытывает дискомфорт, и, как правило, да, то есть, бывают периоды, ну, будем правдить в глаза, смотреть, в этапе семейных отношений, рождение ребенка, на какой-то момент он прерывает сексуальные отношения, и это тоже стресс для обоих, если изначально у них нет вот этого доверия физического, что, ну, ничего страшного в этом нет, если они там на какое-то время, ну, не будут заниматься сексом, и это тоже снимает с нее вот это, ну, сэш, женщина, которая рожает ребенка, она и так в стрессе, она физически, не дает, а если не рожал ребенка, вот, ну, и в этом плане тоже, да, то есть, и постоянно страх, что он уйдет, если она ему не даст, это тоже странные, искаженные отношения, допустим, не, мне просто интересно тоже какой-то, чтобы зрителям критерий поставить, ну, к примеру, если, ей месяц, два, и вообще без этого нормально, ей, да, должна ли она себя как-то заставлять, если ей нормально без секса, ну, там, через три месяца, может, там, я думаю, что тоже крайность, все, а что тогда делать, потому что, ну, ей нормально, ей нормально, ну, искать такого же, просто парня такого же, да, и что они там будут взяты, конечно, не знаю, вот, мы шагом отыгрываем, да, я просто так и представил, да, но пока люди молодые и здоровые, все-таки, ну, не должны заниматься сексом, и это классное занятие, по сути, это разряжает отношения, что все из жизни вопрос, чтобы вы понимали, ну, я думаю, что это нормально, вот, но все-таки, это должно быть по обоюдному согласию, а вообще, интересно, почему она не хочет, потому что, в принципе, ну, опять же, ориентируясь на здоровые отношения, они могут пообщаться на эту тему, и выявить, может быть, он делает то, что ей не нравится, да, то есть, в принципе, ну, договориться люди могут, нет, когда либидо понижено, бывают же такое, генетические, гормональные факторы, я, кстати, много и мужчин знаю таких, просто вот, нет этого даже, то есть, потребности, да, потребности просто нет, ненормально, ну, это, знаешь, это скорее отклонение, вот так скажем, не, ну, я-то точно не считаю, это отклонение, но нет, все-таки, если это не возрастные какие-то моменты, да, то есть, ну, надо покопаться в ситуации, узнать, почему это происходит, у меня провокционный вопрос, я обещал не говорить гадости, но все равно скажу, мне несет это, ну, вот, ладно, пускай это не гадость, просто провокационный вопрос, может быть, несколько такой откровенный, смотри, ну, а как часто, вот, ты считаешь норму, вот, как часто должны заниматься сексом, там, ну, просто вот люди, которые здоровые отношения стоят. ты знаешь, я находила такую информацию, что для здоровья человека, и для мужского, и для женского, кстати, для мужчин тоже будет интересно, что накапливается семя в течение месяца, то есть, чтобы родить здоровое потомство, да, то есть, нужно, чтобы было качественное, сперматозоиды, да, то есть, так их назовем, здоровые, и вот этот процесс, вы можете поискать в интернете, или там какие-то... Нет, я сейчас как врач озвучу, я в курсе. Вот, то есть, в течение месяца это происходит, формирование, и то есть, это спокойное, здоровое, ну, помоги мне, я вот, короче... Ну, я понимаю. Ну, в общем, тут речь о том, что эвакулят мужской, он вроде как созревает в течение месяца здесь речь, но здесь немножечко ложная информация, я могу сказать, и могу сказать, что важен очень... ну, эвакулят свежий, через месяц они будут медленные, наоборот, вот, если ты придешь в клинику, скажешь, что не можете завести детей, в первую очередь поинтересуются, в общем, и скажут, что да, свежий эвакулят, и также, если мужчина просто сдает сперму, очень важно, чтобы... ну, то есть, если определить 3-4 дня, то есть, не должно, как ты говоришь, чтобы созрело, то есть, ну, где-то 2-3 дня не нужно заниматься сексом, но и если ты передержишь, они будут медленные. Ну, я думаю, это, наверное, тоже индивидуальные какие-то моменты. это прям физиологические, ну, то есть, у тебя же есть, к примеру, смотри, там, допустим, клетки крови, если я не помню, они в течение 3-х месяцев, ну, около 3-х месяцев, сейчас врать не буду, точно цифры давать, ну, в общем, костный мозг, там, их прорабатывает за 3 месяца, поэтому, когда люди крови сдают, это нифига не полезно. И, вот такие вообще принятые медицинские факты, ну, физиологические, чисто основанные, мы исследуем. Давай упростим, в общем, я вот эту информацию где-то прошла, но... это просто людям для справки, так вот, и привезти. Я считаю, что вот все-таки должны просто люди чувствовать друг друга. Да. То есть, вот я за то, чтобы это было не вот по книжкам, как правильно, а как вот естественно, если люди, у них есть вот это, да, так скажем, желание быть друг другом часто. вот это и был вопрос, да, то есть, никогда мы с физиологической, потому что с физиологической точки зрения мы там можем найти все рекомендации, это несложно. А вот как ты считаешь, да, как... То есть, они не должны, и то же самое мужчины должны и не должны, они должны, но вот, допустим, она понимает, что у него там есть какая-то потребность, или он понимает, что у нее есть какая-то потребность. Должны ли они, ну, как бы, уступать или насиловать немножко себя, я не знаю, как правильно, будет ли это насилие над собой, вот даже не знаю. Я тебе так скажу, когда мужчина хорошо чувствует и знает свою женщину, и женщина открыто говорит, что ей нравится, они смогут договориться. То есть, в принципе, это должно быть, ну, как это сказать, как игра, узнавать друг друга. Есть же люди, которые зажаты и не могут даже об этом поговорить. То есть, ну, по ряду причин, да, то есть, как бы, просто такие, как бы, немножко стеснительные, но простим совсем, скажем, что это. То есть, по идее, ну, нормальные, здоровые люди могут договориться и понять, то есть, как бы, мне нравится то-то, тот. Причем, у меня была лекция у одного классного сексолога, который рассказывал, сколько вот, ты думаешь, нужно женщине времени, чтобы получить оргазм, ну, разогреться, прелюдии, сколько времени должно пройти. Обычные? Да. Ну, потому что есть тоже физиологические у кого. Блин, ну, мне кажется, не меньше это в хорошем случае, если ты ее уже знаешь, просто разогреться. Я не говорю про самооргазм. Минут 20. Это просто разогреться. Это даже, я бы сказал, по-хорошему, чтобы, ну, просто половой акт вот, производить уже в таком горячем, хорошем состоянии. Сутки. Это что, что? Чтобы женщину расположить. А, расположить. Нет, я думаю, физиологически. Ну, физиологически, чтобы она получила, знаете, любовью это называется, так скажем, да, корректное. Потому что, чтобы женщина максимально могла расслабиться, у нее должно быть эмоциональное состояние еще. Ну, тут, наверное, не физиологическое, да, тут что-то еще эмоциональное. Я тебе сейчас дорасскажу, объясню. То есть, он рассказывал такую тему, что даже в семейных парах, к примеру, да, то есть, есть еще дети, есть какие-то бытовые штуки и так далее, и женщина очень напряжена. Она не может получить удовольствие в сексе, потому что у нее в голове, куча всего, происходит. Ну, так не устроено, да, то есть, и чтобы ее расслабить, ну, нужно максимальное, так скажем, количество времени, чтобы она, так скажем, ну, я не знаю, создать ей настроение, да, в течение дня. Нет, это правильно, да. Чтобы ей было комфортно, чтобы она была спокойна, брать вот какие-то волнующие ее моменты. И я была на лекции крутого сексолога, да, вернусь опять, и вот он говорил, что женщину доводить до оргазма, да, то есть, полноценное занятие любовью, он говорит, это как раз-таки нужно снять все ее вот напрягающие барьеры, именно эмоциональные, потому что женщина эмоциональное существо, и когда она разряжена и спокойно, то есть, да, с ней уже можно начать флиртовать. И в семейных парах бывает такое, что вот это технический секс, так скажем, по-быстренькому, физиологический, да, чисто, да, то есть, он как вот, грубо говоря, как в туалет сходить, то есть, раз и все. И это вот убирает ту пикантность в отношениях, и вот эту, опять же, любовную связь между людьми, потому что очень важно мужчине прочувствовать, и женщине тоже почувствовать, вот это вот полное погружение друг в друга, да, то есть, в семьях даже вот с детьми очень важно, чтобы дети участвовали во флирте, для меня это тоже было таким откровением, что ребенок не чувствовал себя, что его там родители заперли где-то там, чтобы своими утехами заняться, потому что для него это тоже, как бы потом будет его травма, да, детская, поэтому вот он на своем примере рассказывал, как он с женой это все делал, то есть, там, с утра, он там ей какой-нибудь кофе приготовил, там, да, они на какое-то время разъединились, там смс-очки ей милые в течение дня, вечером какой-то букет цветов, там, ну, какие-то такие, женщины, кстати, очень любят мелочи, то есть, не обязательно ей там какие-то громоздкие подарки дарить, иногда вот эти вот смс-ки, какие-то милые, там, какие-то записочки, еще что-то, это фантастический эффект может привнести в отношения, и она вечером с работы, там, они встретились, она готовит пирожки, он такой своему ребенку говорит, иди там маме, там, это, стащи мой пирожок, там, ну, как бы, чтобы ребенок тоже в этом поучаствовал, и как-то вот, ну, даже не то, что в Афгерте, а как бы вот в этих играх, играх, как сказать, в этой теплой, теплой, общении, да, чтобы ребенок чувствовал, или, к примеру, говорит, вы там вечером смотрите фильм всем семьей, и ребенка гладите в этот момент, в облимку, да, чтобы он тоже вот это тепло, ласку чувствовал, что женщина в такие моменты, она сейчас, конечно, сексуально не раскрыта, но именно нежность, ласка, в ней вот это вот чувство вот расцветает потихонечку, да, и когда уже ребенок лег вспомнить, уже, понимаете, она расслаблена, она в хорошем настроении, она чувствует тепло, заботу, нежность, ее, конечно, легче расположить, как раз таки, ну, слушай, может быть, тогда получается, что раз, ну, я так подытожу, и в каком плане, ну, то есть, в принципе, если ты нормально себя ведешь, то, может быть, как раз таки, ее не надо располагать, да, если это на постоянной основе, то, да, то есть, не 24 часа, а просто ноль часов, то есть, ну, это прям, да, мне кажется, прекрасно, ну, либо там, да, чтобы рутина какая-то развеется, сходить куда-то вместе, да, то есть, опять же, сделать ей романтик, сюрприз, это, знаешь, как оно, мне кажется, же не может быть, ну, то есть, допустим, там, она, наверное, будет все меняться, как и жизненно, переменчивая, но все не сходи, или завтра, что-то сделай еще. Романтик вот понятен, да, то есть, чтобы женщина максимально расслабилась, потому что бывает, что женщина напряжена вот в течение долгого времени, может ей массаж нужно, да, сделать, может ей косметологу давно нужно сходить, может там спа-процедуры ей какие-то, то есть, забота вот этого, то есть, бывает женщина загнанная, да, как лошадь, и, ну, в таком состоянии она не выдаст фантастический секс. Конечно. Это логично даже просто, а когда вот она в заботе во всем этом, поверь, она сама синицирует даже этот процесс, вот, поэтому это очень важно. Ну, в общем, мне хотелось сказать, да, что в отношениях между мужчиной и женщиной очень важно следить вот четыре основных момента, да, это эмоциональная безопасность, вот, ну, для меня, как для девушки, для женщин, да, то есть, это важно, эмоциональная безопасность, то, что мы говорили, это когда можно открыто говорить о своих чувствах и переживаниях, ну, да, иногда эмоционально себя вести, да, не всегда там улыбаться, ну, и поплакать, и где-то даже поистерить, мужчина нормально это поймет, что это гормональное, ну, сбой, или еще что-то, но у женщины такое бывает, она не может 24 на 7 быть всегда мягкой, пушистой, доброй и так далее, ей иногда нужно негативную эмоцию вслить, и в этот момент он не должен на себя это брать, как то, что это он виноват, просто вот, ну, это женская природа, так скажем, вот, второй момент, это финансовая безопасность, что чувствую, женщина все-таки, существо, которое за мужем, за мужчиной, и она должна чувствовать стабильнее, что может обеспечить семью, и обеспечить пространство, где они будут жить, обеспечить образование детям, да, и так далее, эмоциональная безопасность, а, подожди, физическая безопасность, это то, что я говорила, ну, это даже в плане защиты женщины, да, то есть, что она чувствует, что она защищена от внешних каких-то угроз, это, кстати, я не проговорила, физическая безопасность, это скорее про даже подруг, родственников и так далее, которые, люди, которые на женщину плохо влияют, в плане самооценки, начальники на работе, еще где-то мужчинам, по идее, да, она очень будет благодарна, если он снимет с нее вот такие конфликтные ситуации, тоже для женщин вступать в конфликт. А как ты относишься, если мужчина все-таки, ну, допустим, хочет, чтобы женщина не работала? Это прекрасно, я считаю, что это гармонично, это наоборот, но женщина, понимаешь, в плане зарабатывания денег, это для женщины стресс, как ни крути, это агрессивная среда, это конкуренция, это всегда будет стресс для женщины. Если она занимается любимым делом, это, я считаю, прекрасно, то, что ее не изнашивает, то, что она просто делает, потому что ей нравится, она уделяет этому времени ровно столько, что это не забирает ее из семьи, не забирает ее от мужчины, потому что, согласись, когда женщина, там, уставшая после работы, ну, опять же, она не может эмоциональную подпитку дать мужчине, не может воспитывать детей, да, в... Ну, это мы берем таких, так сказать, не акцентуированных, потому что мы же с тобой, мы на видео, я не помню, нет, разговаривали вот о девушке, которая такая волевая, и специально выбирала себе мужчину, который будет зависеть, по-моему, и видеоролик, да, какой-то снимали в этот момент, ну, то есть, я имею в виду, что мы берем общепринятые какие-то, понятно, что, ну, для зрителя, чтобы было понятно, ну, всякое попадается в жизни, то есть, непредскосуемые сценарии бывают, но мы рассуждаем сейчас о классических сценариях, классическое. Вот, и получается, ну, в таких здоровых, опять же, я хочу подчеркнуть взаимоотношениях, женщина, как бы, может спокойно заниматься ребенком, что тоже важно, потому что, я сталкивалась с примерами, где дети, недополучая в семье, они, ну, опять же, получаются недополноценными, да, то есть, очень важно детям получать достаточное количество внимания от родителей и от мамы, в первую очередь. А женщина, которая работает, после работы приходит еще заниматься детьми, и там, уборкой, готовкой и так далее, ну, я не встречала таких женщин, которые, ааа, мне все довольны и счастливы. Потом, коня наскак, да, 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 ну, я встречала их очень напряженными и очень зажатыми, и наоборот, вот, как раз таки, у них больше всего и проблем в отношениях, по моим наблюдениям. Вот, а женщины, которые, допустим, занимаются любимым телом и успевают заниматься бытом и мужчиной, и детьми, у них все гармонично, спокойно, и мужчина, вот, таких отношений, как раз таки, больше добытчик даже. Он растет и развивается, потому что он понимает, что, ну, он должен создать условия благоприятные для своей семьи, и он больше вкладывается в социум, ну, реализует себя в социуме. Слушай, хорошо, если мы об этом заговорили, хотелось бы еще такой вопрос задать, опять же, как ты считаешь, потому что сейчас эта ситуация становится все более распространенной, такая форма взаимоотношений между мужчиной и женщиной, вот, когда женщина, она становится, ну, таким, даже не то, что соучастником бизнеса, мужчина, ну, это, конечно, в основном коммерческие взаимоотношения, ну, что-то вроде секретаря, или исполнителя какого-то, там, кто бухгалтер, у кого там уже он, или еще кто-то, но это в любом случае, какую-то часть нагрузки по бизнесу, она на себя, это правильно, Я, у меня нет понимания таких, ну, партнерства, я имею в виду, это приемлемо для отношений, смотря, чего человек хочет в своей жизни, я понимаю, смотря, чего хочет оба в этих отношениях, как правило, инициатор таких вот моментов, женщина, момент, ну, а почему? ну, может, это неуверенность какая-то, уже опять же, да, то есть, там, больше контроля, что она как бы участвует, а просто она хочет больше с ним находиться, и так далее, то есть, но, опять же, беря мои наблюдения, все-таки, когда люди имеют некую дистанцию друг от друга, у этих пары более крепкие, потому что, они как отдыхают друг от друга, получаете, у них все время соскучится, да, то есть, как-то, как сказать, у них есть вот интрига какая-то, потому что, когда 24 на 70 с одним человеком, ну, истощаются любые, там, отношения, если кушать постоянно, одну и ту же еду, она надоедает, а тут, у каждого есть свои интересы, и своя какая-то жизнь, в которой они могут вечером, также, обсудить, поделиться, а тут, получается, о чем делиться, о чем даже, вот, как бы, общаться, вот, и это тоже такой, на мой взгляд, перекос в отношениях, может создаться, со временем, да, накопиться, что потом уже не захочется человека видеть, вот, ну, да, я поэтому и задал вопрос, потому что есть, ну, вот, как вот ты сейчас говоришь, и кто-то там, ну, приводит, да, и контроль, я встречала тоже, многие девушки, да, говорили, что-то типа, в какой-то степени, да, посмотреть, но все же, понимаешь, все же люди все прекрасно чувствуют на интуитивном плане, это рано или поздно все равно вылезет наружу, вот, даже вот это чувство контроля, то есть, недоверие, опять же, к своему мужчине и так далее, уже все равно все мужчины это понимают, или, например, женщина, которая идет на работу, и пытается заработать, да, или там, бывают такие женщины, которые думают, что они на своем примере покажут мужику, конкурируют с ним, что как надо зарабатывать, и думают, что они... В общем, встречал, что я могу сказать, девушек, которых в силу именно каких-то патогенных психологических условий, они выбирают судьбу конкуренции, ну, то есть, они с каждым своим мужчиной, или даже друзьями пытаются конкурировать, ну, такая, знаешь, вечная водка. Еще, я думаю, что, ну, очень часто, да, в нашей жизни происходят подобные ситуации, когда именно вот какой-то такой патогенный извне источник, он нас выбивает, и мы начинаем постоянно делать какую-то ошибку, ну, допустим, в взаимоотношениях, может быть, даже это начиная от работы, заканчивая там, женщиной, там, мужчиной, там, и так далее, друзьями, может быть, быть родителями, стрессовая какая-то ситуация, и для наших зрителей хотел сказать, что многие боятся обращаться за помощью в этот момент, и на самом деле, ну, действительно, да, может быть такое, что кому-то нужно много сеансов, психотерапии, как и прочее. Нормально даже, потому что, когда человек ходит по замкнутому кругу в течение многих лет, у него реально проторенная дорожка становится, он не может из этого выбраться сам, ему нужна обратная связь от человека, который вне этой ситуации, чтобы он выводил его из этого, и прежде чем сформируется новая нейронная связь, да, новая линия поведения должна пройти время, это как тренировки, да, в спорте и так далее, чтобы там мышцы нарастились, чтобы выздороветь, или, да, чтобы поменять свою линию поведения, нужно время, это надо понимать, вот, и, да, нужно идти к специалисту, общаться, меняться, и все реально, потому что мы приглашаем вас на наши консультации, в онлайне можно все сделать, ссылочки все будут внизу, да, так что всем людей вас ждет, welcome, буду рада быть полезной и помочь наладить вам вашу жизнь, да, и подытожим, да, я знаю, что обещал тайминг, но тем не менее, многие думают, что услуги психолога, это прям вот, знаешь, такие прям огромные, огромные деньги, гигантские, на самом деле, то есть на ютубе, чтобы ты знала, знаешь, какие расценки, вот ты как думаешь, на ютубе, какие расценки вот тех психологов, которые появляются, ну, то есть такие вот, в поиске, они, за консультацию, от пяти, ну, трешка, пять, да, ну, я думаю, это же не у всех психологов, нет, нет, совершенно нет, ты хочешь знать, сколько мои, ну, я хочу, чтобы люди узнали, если это возможно для людей, это возможно, но моя консультация на данный момент стоит полторы тысячи рублей, но не три же, но не три, ну вот, ну вот, уже приятней, вот, да, вот, так что обращайтесь, и да пребудет с вами здоровье, да, всем любви, счастья, гармонии и процветания, пока-пока,